Мои дети, когда приходят со школы, очень часто приносят какие-то стежки, песенки детские, знаете, с невразумительным смыслом. Я понимаю, что этим стежкам и песенкам уже точно 30 лет есть, потому что они были в моем детстве, когда я был в школе. Они приносят со школы какие-то поделки. Я понимаю, что этим поделкам тоже уже больше 30 лет, потому что мы эти поделки тоже делали в школе, и для меня эти поделки делали тоже. Я думаю, что, может быть, многие из вас занимались таким делом, брали какое-то слово и сотню раз его подряд приносили. Было такое? Что случается? Потеряется смысл. Через 20-30 раз вы вообще перестаете понимать, что вы говорите, вообще к чему это слово привязано. Просто перестаете понимать. Знаете, у меня в замешательстве, когда начинаешь говорить это слово много раз, почему я перестаю понимать смысл этого слова? Ну вот слово «окно», я буду его произносить, я буду смотреть на окно, но это будет не окно, потому что я произношу его уже сотни раз, какое-то странное слово вообще, какая-то скороговорка будет. И в нашей жизни все так случается. Я надеюсь, что сейчас вы пели песню, и вы понимали каждое слово, произнесенное вами. каждое слово, которое в этой песне поется. Я надеюсь, что вы переживали каждое слово, которое в этой песне было. Мы в жизни уже так привыкли, что многие слова произносим просто по обыкновению. О, Господи! Мы это сотни, две сотни, три тысячу раз за день говорим. Что-то случается, мы говорим, о, Господи, о, Боже мой! И мы уже не вкладываем туда никакой смысл, мы вообще не обращаемся к Богу. Это уже как такой, я не знаю, присказка, это уже как, я не знаю, мусор какой-то, к сожалению. Мы поем многие песни на автомате, и даже не осознавая смысл, иногда мы просто сидим, занимаемся каким-то делом, и песни у нас играют, может быть, там, фоном, еще как-то. Все это проходит как-то мимо нас. К сожалению, к Слову Божьему, у нас тоже бывает такое отношение. К сожалению, к Слову Божьему, у нас тоже наступает такое привыкание, и когда мы читаем его на автомате, или слышим его на автомате, и понимаем, что нам это уже как будто бы все понятно, все известно. А какой смысл заложен в том или ином месте Священного Писания, мы уже не задумываемся. Сегодня мы будем читать как раз с вами то самое место Священного Писания, которое уже десятки, сотни раз мы с вами слышали, и слышим точно практически каждое первое воскресенье месяца. Это одиннадцатая глава первого послания апостола Павла Каринской Церкви. Мы с вами продолжаем изучать это самое послание, мы с вами продолжаем изучать обращение и письмо с разъяснениями о христианской жизни каринским верующим, и давайте мы вставше прочитаем это самое место. Мы прочитаем его немножко в контексте. Почитаем одиннадцатую главу. Одиннадцатую главу. Первого послания апостола Павла Каринской Церкви, с семнадцатого стиха и до конца главы. «Но предлагая это, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь как церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий спешит прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковью Божией и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб. И, возблагодарив, преломил и сказал. Примите, едите это тело мое, за вас ломимое, это совершаете в мое воспоминание. Также и чашу после вечера я сказал. Эта чаша – новый завет в моей крови. Это совершаете, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу, эту смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господней. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Поэтому, братья мои, собираясь на вечер, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Аминь. Господь наш и Бог наш, спасибо тебе за это слово, которое ты оставил нам. Молю тебя, Господь, благослови каждое сердце услышать сейчас, Господи, что ты хочешь сказать. Услышать о единстве, Господи, церкви Твоей, тела Твоего. Благослови, чтобы мы вняли, Господь, глазу Твоему о том, что есть тело Твое. Ради чего, Господи, ради кого ты пострадал и для чего ты это сделал, Господь. Прошу тебя, благослови нас мудростью Твоей и будь за все прославлен. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, будем иметь свои размышления над этим текстом. Итак, апостол Павел написал это конецким верующим. Все хорошо. Но сегодня я хочу задать вопрос. Как этот текст должен повлиять на мою жизнь? И что он должен привнести в мою жизнь? Что он должен поменять в моей жизни? В моей повседневной жизни? Не сегодня, в воскресенье. Обычно мы в воскресенье приходим, собираемся с вами, и мы понимаем, что речь идет о вечере, речь идет о страдании Христа, и нам это все так знакомо. И каждый представляет себе какую-то картину, может быть, связанную с вечером. И кто-то представляет себе Иисуса, сидящего рядом с учениками, который ломает хлеб, подает им вино. Кто-то представляет себе страдающего Христа и всеми своими эмоциями пытается выразить это. Кто-то, может быть, по-другому что-то представляет. Кто-то представляет, как это было в первой церкви. А кто-то просто стоит и внимательно созерцает вокруг себя. Все это, конечно, хорошо. Мы с вами живем в такое комфортное время. Мы сегодня собираемся в довольно комфортном зале, довольно комфортное место у нас такое, да, время. И мы вместе с вами, сегодня воскресенье, практически у всех сегодня выходной день. И все мы с вами поем песни про славление. Все мы с вами слушаем, как звучат с кафедры стихи, проповеди. И один раз в месяц к этому всему разнообразию добавляется еще исполнение заповеди Господней. Мы совершаем с вами вечер. И вот мы сегодня с вами, и каждый по-своему что-то представляет. У каждого какие-то мысли, у каждого свои ассоциации с исполнением этой заповеди. Давайте мы немножко перенесемся во времена апостола Павла. Итак, первый век, первая церковь, которая находится в Коринфе. Мы будем обращаться именно к ней, потому что Павел пишет послание этой церкви. Итак, мы сегодня прекрасно понимаем, что если ты человек рабочий, пять дней отработал, суббота, воскресенье у тебя выходной, то ты по-любому в 11 часов утра будешь здесь, в этой церкви, и тебе ничего не воспрепятствует. Даже погода, которая не очень благоволит к нам, да, все равно не становится препятствием тому, чтобы мы пришли сюда и были вместе, и совершали благослужение. Но во времена апостола Павла все было совершенно по-другому. Все было совершенно по-другому. Это был Древний Восток. Это была Римская империя. Это был век рабов и господ. Неравноправие было повсюду. Это было нормальной ситуацией. Когда собирались верующие на общение? Либо рано утром, до восхода солнца, либо очень поздно, после захода солнца. Чаще всего это происходило вечером, когда уже закончен был рабочий день. И вот на этом фоне стали появляться некие проблемы, о которых апостол Павел и говорит. Люди собирались в церкви и общались между собой. И братья и сестры там были самые разные. Были и свободные люди, а были и рабы. Верующие во Христа были совершенно разные по социальному статусу. И что происходит? Некоторые приходят вечером, садятся, едят. Они вроде бы там устраивают какое-то общение христианское. А когда уже все закончено, вдруг появляются люди, которые только что освободились от работы. Раб не мог уйти, прежде чем хозяин его не уснул. Он просто не мог покинуть свое место. У него не было никакой возможности сбежать из дома. И просто отлучиться. Поэтому, когда хозяева засыпали, рабы по своему обыкновению приходили в место, где собиралась церковь. Было ли это на дому или в каком-то месте. Может быть в катакомбах, я не знаю. Вот они приходили, и вдруг вы представляете себя, а уже все поели, все уже все совершили. И им все равно. Те, которые уже все сделали, им все равно. Хотя они прекрасно знали, что придут братья и сестры. Чуть пониже статуса. И непонятная ситуация начала складываться. И апостол Павел обращается к Каенской церкви и говорит, не понимаю вообще, что происходит, но я точно понимаю, что не на лучшие вы собираетесь. Я вас в этом не хвалю. Итак, он начинает. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшие, а на худшие. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения. Чему отчасти верю. Ибо надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Так, как апостол Павел говорит, ну, что творите-то? Один приходит, как будто голодный, с голодного края сбежал. Быстрее поесть все, быстрее похватать. А другой пришел, как будто он вина никогда не видел, упивается. А третий пришел и остался голодным. Что это вообще? Вы на что собираетесь? Он говорит, то, что вы собираетесь вместе, это не есть вечеря Господня. Как вы можете вообще рассуждать и размышлять о теле Христовом? Как вы вообще можете между собой иметь какие-то отношения? Он говорит, ну вы же как в церковь собираетесь? И между вами какие-то разделения. Конечно же, я этому верю, говорит апостол Павел, отчасти. И он спрашивает, задает им вопрос, разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Он говорит, неужели у вас нет домов, чтобы есть и пить? Он покушает и перед тем, как выйти в церковь. Ну удовлетвори свою плоть просто, приходи, чтобы пообщаться, чтобы иметь общение с братьями и сестрами. Само слово вечеря называется ужин. В первом веке это означало ужин. То есть они собирались вместе, чтобы поклоняться Господу, и иногда они ужинали. Было такое. И в заключении, когда все уже заканчивалось, они разделяли между собой хлеб и вино. Память о Христе. Потому что Христос так заповедовал. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Откуда-то пришли эти разделения. К сожалению, нам сегодня немножко непонятно, как это происходило. Почему? Потому что советское наследие, ну и не многое, российское. Сегодня мы с вами, после такого наследия, как бы все равны. Все-таки средне мы все равны между вами. Мы имеем равные возможности работать. Мы имеем равные возможности на выходные дни. То есть мы отработали. Кто-то работает там целую неделю, потом в субботу, воскресенье отдыхает. У кого-то плавающий график. Но мы все равно имеем выходные дни. Мы имеем возможность собираться вместе в определенное время. Мы сюда пришли к 11-ти часам и все вместе. У нас нет такого, что мы как бы там всех начинаем обзвание, мы собираемся сегодня вечером в 8 часов или, например, утром в 5 утра. Нет, у нас нет такого. У нас есть сейчас комфортные условия. И мы между собой находимся как бы в равных условиях. Конечно же, я не отрицаю, что есть, может быть, более богатые люди. Есть, может быть, там, неимущие. Есть еще какие-то, да? Есть такое, может быть, там, расслоение. Но оно практически незаметно. В то самое время, во времена апостола Павла, это расслоение было очень незаметно, очень сильно. И, конечно же, когда мы читаем с вами Евангелие, понимаем, что во Христе нет ни елена, ни раба, ни свободного, то почему-то в Каринской церкви это забыли, потеряли. И агрессивная Каринская среда, она настигла и церковь. Итак, мы читали с вами предыдущие главы, размышляем над этим, почему происходит разделение в Каринской церкви. Потому что кто-то постоянно ищет своего. Кто-то постоянно заботится только о себе. То появляются какие-то лидеры и проповедники, которые говорят, я буду главный, я проповедник, и вы мне еще за это должны заплатить денег. Я поступаю, говорит, что за нонсенс. А кто-то говорит, что мне должны служить. А кто-то говорит, что мне нужна слава. А я лучше вас знаю, Писание. А я лучше вас. А кто-то говорит, что я буду грешить, и вы мне ничего не сделаете. И вот такие разделения между людьми начали быть в Каринской церкви. Апостол Павел, конечно же, об этом печалится. И апостол Павел пытается не просто вернуть каринских верующих в первоначальное положение, когда они услышали только о Христе, о Евангелии, и приняли спасение. Он хочет показать им взаимоотношения между собой. И апостол Павел во всем этом письме своем говорит очень хорошую главную мысль научитесь правильно смотреть на тех, с кем я совершаю вечерю Господнюю. Сегодня, дорогой друг, брат, сестра, нужно посмотреть вокруг себя, посмотреть на тех, правильно ли ты смотришь, на тех, с кем совершаешь вечерю. Павел, конечно же, печалится и говорит, когда вы собираетесь, как церковь, к сожалению, вы собираетесь не на вечерю Господу, не зная, что это у вас вообще происходит, но это не вечеря. Вы собираетесь на худшую, но, говорит, я вас за это не похвалю. То, что происходит у вас, это не вкушение вечеря. Ваше неправильное отношение друг к другу, ваше неправильное взаимоотношение друг к другу привели к тому, что ваше собрание перестали быть вечеря. И апостол Павел пытается донести до Горинфа решение, чтобы понять вообще, кто мы такие, почему мы здесь собираемся и для чего мы здесь собираемся. Апостол Павел хочет обратить наше внимание, в первую очередь, на того, ради кого мы здесь собираемся. И апостол Павел вызывает каждому из нас, посмотрите на Христа и поймите Его смерть. Посмотрите на Христа и поймите Его смерть. И апостол Павел произносит слова, которые каждый из вас уже может прочитать наизусть и рассказать наизусть. Ибо я, говорит апостол Павел, от самого Господа принял то, что и вам передал. Что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание. Так же и чашу после вечера и сказал сия чаша, есть новый завет в моей крови сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Иисус между учениками разделил хлеб и вино. И говорит, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. В большинстве древних рукописей слова ломимое нет. И здесь я чувствую, как переводчики добавили, как усиление жертвы Христа. Попросту Иисус сидел вместе с учениками, взял хлеб, разломил его, раздал им и говорит, мое тело для вас. Мое тело для вас. Понимали ли ученики, что имеет в виду Иисус тогда? Вы не знаете. И не об этом пишет апостол Павел. Мое тело ради вас. Вот я и ради вас я отдаю свое тело. А потом Христос и кровь свою отдаёт. И Христос, посмотрите, не показал свою притязательность на что? На какие-то привилегии, на благополучие, на славу, на комфорт, на богатство. Тот, кто сотворил небеса, тот, кто сотворил землю, на все, что вокруг, сошел сюда, на эту землю. И ничуть не показал, не потребовал своего. Напротив, Иисус говорит, вот я отдаю тело мое за вас. И Павел стремится к этой такой мысли, очень важной. Главой ранее он призывал коринфян отказаться от своих амбиций ради Евангелия, отказаться от своих амбиций ради Христа. Но это всё понятно, он призывал их к такой практической части. Но как это сделать и пример показать, он приводит здесь в пример вечерю Господня и самого Христа, что Он сказал своим ученикам. И это такой, знаете, апофеоз мысли Павла. Он сосредотачивает наше внимание на Христе. Не на друг друге, посмотрите, как мы поступаем или как мы делаем. Посмотрите, как делает это Христос. И Христос говорит, нужно тело, забирайте тело. Нужна кровь, забирайте кровь. Нужна жизнь, забирайте жизнь. Вот это Христос. Вот это Христос. В этом весь смысл Христа. Он знал, что ученикам это нужно. Он знал, что мне это нужно. Он знал, что это вам нужно. Он знал, что ищущим спасение это тоже нужно. И он обращается к своим ученикам. И говорит, тело моё для вас. И Павел много раз в этом письме, послание Коринфянам, упоминает о жертвенности Христа. И каждый раз апостол Павел сосредотачивает наше внимание на Господе Иисусе Христе и на Его жертве за нас. Вот Павел печалится. Коринфяне судятся друг с другом. Ссорятся. Гордятся. Что-то друг на друга какой-то поклёп наводит. Разделяются. Но Христос явил себя не как пришедший заявить о своей власти, а как слуга. Чему коринфским верующим очень не хватало. Они не готовы были послужить друг другу. Они готовы были взять. И тут в этот момент апостол Павел показывает Христа отдающего, а не берущего. Христа отдающего. Вот Он Я. Возьмите. Ради вас. Христос не требует ничего. В конце концов Христос умер. И отдал свое тело, и пролил свою кровь. Он принес спасение мира. Он послужил каждому из нас. Это и есть то, о чем Павел напоминает коринфским верующим. Когда пишет о вечере. Христос отдал Себя ради меня. Ради моего спасения. Он спас также моих друзей. И неважно, богатые ли они или нищие. Имеют ли они там большой социальный статус, какой-то высокий или низкий социальный статус. Христос за каждого принес жертву. И Иисус не разделяет нас по социальному статусу. Иисус не разделяет нас по положению. Иисус просто любит нас и отдал Себя в жертву за наш грех. Проявление заботы друг о друге. Друзья мои, когда я читал этот текст, я очень сильно обличался и понимал, что много в моей жизни есть проблемного. Когда я думаю о церкви, когда я думаю о своих, я не знаю, друзьях, братьях, сестрах. Ну много ли я кому-то внимания уделяю? Заботимся ли мы должным образом друг о друге? Это и есть жертва. Помните слова, когда Иисус говорит, если кто положит душу свою, да? Что это означает? Нет больше той любви. Но сегодня от нас чаще всего не требует никто положить душу за друзей своих, чтобы явить любовь. Просто обычное внимание, обычное общение, проявление заботы. Вот что Иисус хочет видеть в нас. Апостол Павел просто говорит, послужите друг другу, как сделал это Христос. Послужите друг другу так, как сделал это Христос. Не нужно размышлять и привносить вечерю какой-то мистицизм. Кто-то принимает, знаете, думает о мистицизме каком-то, что что-то там превращается. Апостол Павел сейчас вообще об этом здесь не пишет. Он сосредотачивает наше внимание на наших взаимоотношениях внутри церкви. Как мы относимся друг к другу. Апостол Павел говорит, во всякий раз, когда вы едите хлеб, сень, чашу, пьюте чашу сию, смерть Господню возвещаете. Вы возвещаете ту жертву, которую Христос принес за каждым из нас. И тот пример, Христос ждет от нас жертвы, не смерти, не вашего тела, не вашей крови, но жертвенности в отношениях друг к другу здесь в церкви. И осознав смерть Христа, мы должны осознать свое положение пред Христом. Посмотрите на себя, говорит Апостол Павел, и поймите себя, как часть тела Христа. Посмотрите на себя и поймите себя, как часть тела Христа. Вот мы вспомнили о том, кто умер за нас, как он это сделал, внеся себя в жертву. Кто себя не пожалел, и Павел говорит, посмотрите на себя. Обратите пристальное внимание на себя. Когда вы принимаете вечерю, посмотрите, достойно или недостойно вы ее совершаете. Рассуждайте о теле Господне. Апостол Павел так обращается и говорит. Посему, то есть когда он сказал о смерти Христа, о том, как Христос это сделал, и что он сказал ученикам в этот вечер, он говорит, поэтому, кто будет есть хлеб сей и пить, или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да и испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Павел сосредотачивает наше внимание на том, что мы должны рассуждать о теле Господа. Конечно, когда мы с вами собираемся на вечер, в любом случае мы с вами представляем страдающего Христа. В любом случае мы поем с вами песни о Христе страдающем, Христе распятом, умирающем за наши грехи. И, конечно, мы же рассуждаем о теле Христа как физическом. И когда Христос ученикам подавал хлеб и говорил, вот тело мое для вас, Он говорил о своем физическом теле. Он говорил о своем физическом теле. А сейчас апостол Павел просит нас рассуждать о теле Господнем. О теле Господнем, как церкви. Нет смысла рассуждать о теле Христа, о физическом теле Христа. Как он страдал, как он умирал, еще что-то. Павел призывает нас поразмышлять и рассуждать о теле Господнем, как церкви. О нас с вами, о наших взаимоотношениях, как мы относимся друг к другу. И Павел очень беспокоен тем, что мы с вами иногда недостойно принимаем вечерю, потому что неправильно относимся друг к другу, имеем неправильное взаимоотношение. Павел говорит, что нужно нам научиться видеть друг друга, как часть единого тела Христа. Никакой теле каких-то верующих, которые со своими недостатками, со своим характером, со своими проблемами, но видеть друг друга, как часть тела Христа. Это очень важная вещь. Взглянув на Христа как на жертву, потом нужно взглянуть на результат этой жертвы. Это тело Христа, образованное здесь, на земле. Итак, результат жертвы Христа – это мы с вами. Это церковь Христа. Единое тело Христа. И вот коринфяне в это время перестали видеть друг друга и себя частью тела Христова. Каждый видел только себя. Каждый пытался обратить внимание только на себя. Посмотрите на меня, какой я хороший. Посмотрите на меня, какой я великолепный, золотой, сияющий, прекрасный, замечательный, изумительный. И я буду делать все, чтобы вы обратили на меня внимание. Я могу станцевать, я могу сплясать, могу так, могу стихи рассказать. Посмотрите, какой я. Вот так большинство коринфян вели себя. Апостол Павел говорит, нет. Христос принес себя в жертву не ради того, чтобы каждый из вас гордился своим положением, гордился, какой он прекрасный и замечательный. Нет. Христос принес себя в жертву ради того, чтобы вы были едины, чтобы его церковь на земле существовала и расширялась, росла. И нам важно научиться видеть друг друга как часть единого тела Христа. Поэтому, когда мы ломаем с вами хлеб и раздаем его, и пьем вино из вот этой нашей чаши, мы говорим о единстве, образованном самим Христом. Смертью Христа. Жертву за нас. К сожалению, апостол Павел пишет, что среди коринфян были болеющие и умирающие вследствие того, что они принебрегали вечерей Господа. Как это было и каким образом это происходило, мы не будем обсуждать. Апостол Павел не останавливается на этом, не застряет на этом. Он говорит, друзья мои, если вы будете церковь Божию ставить в пренебрежение, если вы будете унижать братьев и сестер, готовьтесь. В вашу жизнь может прийти и болезнь, и смерть. Но, к сожалению, это так говорит апостол Павел. А что же делать? Как же нам прийти вот к этому единству? Как же нам правильно между собой иметь взаимоотношения? Как же нам правильно друг к другу относиться? И что же нам делать практически-то? Как нам себя поменять? Апостол Павел просто вызывает, осудите себя и примите правильное решение. А как же мы можем осудить себя? Каким образом? Я все-таки грешный человек. Как же мне правильно вынести суд? Как же мне правильно посмотреть на себя? И апостол Павел, конечно, дает некие такие практические советы и призывает нас не просто формально подойти к этому, а задать себе некоторые вопросы. потому что мы же хотим какие-то критерии оценки, да, слышать, может быть, это апостол. Наши общения на неделе друг с другом, о том, как мы общаемся после служения, помогаем ли мы неимущим, а неимущим, невероятно, если между нами, да, и были такие случаи, когда люди в чем-то нуждались им, помогали. У нас есть больные люди, да, которые там периодически болеют, и это постоянный процесс, он естественный процесс, и он происходит в церкви, он будет, не будет никогда останавливаться. Вы сегодня в этом процессе участвуете, вы помогаете тому, кто заболел, вы помогаете тому, может быть, у кого нужда есть какая-то, вы в чем-то вообще друг другу помогаете. Самое худшее, что мы можем сделать, это мы пришли сюда, в воскресенье два часа отсидели, потом через пять минут нас здесь просто нет. Один форсаж, и то, если видно. И все, белая полоса. К сожалению, к сожалению, это уже первые критерии оценки. Что вы ищете в церкви? Если вы общаетесь между собой, если вы готовы кому-то помочь, то на правильном пути. К сожалению, не все мы так делаем. К сожалению, у каждого есть проблемы какие-то, когда мы, может быть, не хотим с кем-то общаться, мы, не знаю, там, негостеприимны, мы, я не знаю, там, никого мы, может быть, недолюбливаем. И апостол Павел говорит, что Бог это все обнаружил, вот через это. Представьте себе, если бы Иисус просто взял и исчез. Ну, все, я свое дело сделал. Извините, дорогие мои апостолы. Иисус винился, Иисус вдохновлял их. Он всегда был с ними. Не было такого, что давайте, друзья, вы вот сюда пойдете, а мы пообщались с вами, все, давайте, в утра там, не знаю. Но Иисус вместе с ними был. Он вместе с ними испытывал голод, испытывал жажду. Ему, наверное, было холодно. Ну, было когда-то, не знаю, там, как-то плохо, голова болела, еще что-то, я не знаю. Но Он был всегда вместе с ними. И Он показывает эти взаимоотношения тесные. И потом, посмотрите, ученики всегда ссылаются на Иисуса. А вот как делал Иисус. Когда мне было плохо, там, или какие-то проблемы, Иисус мне дал совет. Иисус посадил, сделал, как бы был со мной рядом, посидел, послушал, помог. И потом ученики шли и основывали церковь, и проповедовали им то же самое. Уже другим ученикам взаимопомощь, уважение, об уважении особо. Некоторые люди там, я не знаю, может быть, смотрят свысока. А вот, смотри, у меня там какой-то достаток небольшой, он там в одежде какой-то плохенький приходит. А я тут, у меня все хорошо, у меня все ровно, у меня деньги есть, мы купим себе дорогую одежду. Да нет, Иисус призывает нас к равенству. Нет вообще во Христе никакого разделения, абсолютно нет никакого. Посмотрите друг на друга. Как вы относитесь друг к другу? Готовы ли вы пожертвовать собой ради других? Ведь это естественная жизнь церкви. Это наши взаимоотношения. Вот сейчас я свидетельство выслушал о благовестии. К сожалению, бывает так, что слишком много о благовестии говорят. Я сейчас не к этому случаю говорю, не к свидетельству Андрея. За свидетельство Андрея могу слово Богу сказать. Но просто бывает так, что люди настолько сосредотачиваются в благовестии, они готовы благорестить всем, кем кому угодно, там, за дверями церкви, но в церкви они делать ничего не будут абсолютно. И смотрите, в Евангелии, если послание читать, то 90% это не призыв к благовестию. Это не призыв к тому, чтобы идти и благовестовать, чтобы церковь наполнялась спасенными людьми. 90% это практическая христианская жизнь. Апостолы учат, как нам общаться друг с другом. Как нам строить свою христианскую жизнь, повседневную христианскую жизнь. Не в воскресенье два часа, а все остальное время. Понедельник, вторник, среду, четверть, пятницу, субботу. Вот в это самое время апостолы учат нас, как нам строить свою повседневную христианскую жизнь, как нам проверять себя. Вы позвонили кому-нибудь на этой неделе, к нему, брату, сестре, поинтересовались, там, его здоровье, не знаю, может быть, кто-то болел, не было в прошлом воскресенье. Позвонили, поинтересовались. Может быть, кому-то нужна была помощь, я бы сказал, да ладно, у меня там дела, у меня какие-то эти. Вот таким образом апостол Павел говорит, проверяйте себя. Все очень просто, проверяйте себя. Не нужно каких-то там, я не знаю, ждать откровений от Бога. Вот ты сегодня, что ты так плохо. Да не ждите, Бог вам так этого просто не скажет. Через Слово Своё Бог вам и открывает. Через ваши взаимоотношения, как вы относитесь друг к другу, особенно во время вечера, мы стоим и принимаем вечера. Вы считаете своим братом-листом, вот рядом с вами стоящим, вы любите его, действительно относитесь к нему с пониманием, с уважением, с любовью. Вот такие вопросы себе задайте. Осудите себя и примите правильное решение. Итак, в первую очередь, посмотрите на Христа и поймите Его смерть. Апостол Павел нас к этому призывает. Посмотрите на себя и поймите себя, как часть тела Христа. Осудите себя и примите правильное решение. Апостол Павел еще такую практичность нам оставил в последних двух стихах. Так, посему, братья мои, собирались на вечере друг друга ждить. Собирались на вечере друг друга ждить. Ну, мы можем сказать, что апостол Павел, это не там написано, Коринфянам. Да, действительно, было так, что он говорит, если кто-то приходит поесть, просто покушать, лучше поешь дома, а еще лучше вообще останься дома. Если ты в церковь идешь покушать. Потому что сюда надо собраться и дождаться друг друга. Чтобы проявить внимание, чтобы явить себя, как церковь Божия, а не как отдельную личность, которая хочет чего-то больше. Нам нужно задуматься о смысле вечери Господней. Мы разделяем один хлеб, мы разделяем одно вино, мы вспоминаем одного Христа, мы вспоминаем Его смерть, Его смерть на все времена, за каждого из нас. Это было сделано в пример для того, чтобы мы жили не для себя, не ради себя, а ради других. Как Христос это сделал. Еще раз напомню, помните, как Христос говорит, нужно тело? Забирайте тело. Нужна кровь? Забирайте кровь. Нужна жизнь? Забирайте жизнь. Во всех Его словах слышится это утверждение. Могу ли я сегодня так сказать? Могу ли я чем-то пожертвовать? Нам жалко время. Нам жалко свои силы. Нам жалко свои нервы. Иисус призывает нас к этому. Если мы признаем, что проблема есть, Бог нас благословит, Бог нас направит. И пусть сегодня для нас исполнение вот этой заповеди будет не осуждением, а напоминанием моему сердцу больше внимания и четкости проявить ближнему брату и сестре. Дорогой брат, дорогая сестра, пожалуйста, задумайтесь. Задумайтесь над своим отношением друг к другу. Ближнему, братьеву, сестрам. Что для вас вечеря Господня? Просто жертва Христа? Просто красивая картинка, может быть, какое-то представление или важность взаимоотношений между братьями и сестрами в контексте тела Христа, которое Он здесь создал жертвой Своей на кресте. Пусть Бог благословит вас сейчас совершать эту вечерю не в осуждении, а не благословит вас.